убирается брюм мастер при том что на нем играл фобос я не совсем понимаю куда его нужно было ставить смысле а ты миша почему панда панда в четверка может играться поэтому так себе дабла на самом деле саппортов undying панда очень мало дизейблов получается на команду их практически нет то есть у нас есть одно замедление есть вакуум dark сира и на этом пока все а как правило карри мидеры ну не в большом количестве ими обладают пока же берется кунка и получается очень симпатичная комбинация и довольно боевой пик на старте наверняка мы увидим от dark сира какие-то командные артефакты может быть pipe может быть меку дефолтную может быть вообще кримсон кунка также бафает кораблем команду плюс они отлично работают связки то есть корабль вакуум пока все симпатично три очень плотных милишника с большим запасом здоровья и не сказать что у кабанов пока много урона поэтому всему но при этом все мощи алики очень круто забанили здесь манки потому что манки на миде очень круто разбивает лицо кунки вообще хорошо стоит против милишников чувствует себя с ними супер вольготно потом уже дальше и возит по карте ну и кстати магнус лол магнус не в бане не в пике до сих пор он пережил две стадии банов и того он пережил 10 банов и уже 5 пиков и его все еще нету что происходит вы че берите магнуса прямо сейчас магнус фантом к вам магнус да кто угодно даже с уже не такой популярный да и смысле во вчера везде банили в снг везде банили у него пермабан у него просто давай хочешь зайдем сейчас надо добавить отвечаю там 90 процентов минимум у него 90 процентов думаешь ну да почти так скажем банят его в 54 процентах игр и пикают последнем патче а пикают при этом в двенадцати процентах и того это сколько то есть 66 67 процентов в этих валах смотри я смотрю нет я смотрю почти 21 но только эти квала на нем проходят ну подожди там дофига всего 3 тяжело но проходит это тоже учитывается в дата бафе вся погодь но в любом случае хорошо давай посмотрим именно через эти квалификации я не думаю что там цифра сильно поменяется магнуса было двадцать восемь пиков на квалах 12 процентов и соответственно вся четыре процента бана дремлига season 11 37 пиков магнуса и 149 банов магнуса очень странно ну ладно я просто на другом сайте смотрю и надо дать смотрю а до должна нормально обычно там может быть какие то но я к тому что цифры в любом случае не сильно отличаются то есть мы примерно и получаем что магнус до семидесяти процентов суммарные в пиках и банах появляются он находится сейчас в топ сейчас я скажу топ-4 топ-5 топ-6 топ-7 топ-8 топ-8 пика банов в в нынешней мете то есть топ-1 тинни топ-2 аодэ топ-3 лишь топ-4 джиггернаут ну банят его чаще в общем чем пика то есть банить банят но когда его оставляют многие команды играют без него и комфортно себя чувствует с лордар кстати четвертый пик для айлайнс с лордар очередной милишник очередной милишник очень плотный лайфстиллер против всех этих героев пока справляется очень достойно ну вот я бы посмотрел вообще на какого-нибудь некрофос от кабанов вряд ли его конечно будут пикать герой давным-давно забытый ближайшее время появляться не планирует и кабаны сейчас делают свой четвертый пик нас получается спорта undying с лордар битрайдер от них появляется битрайдер очень неплох против четырех милишников и нет никакого сейва против этого битрайдера не за мне кажется здесь ну как всегда в принципе пока смотрю там тер два уровень до условно говоря чем проще пик тем лучше все в этом мире и пока у аликов супер простой пик типа бей беги вообще не напрягаясь по жизни что касается кабанов здесь с одной стороны скажите тоже но типа чё тут теперь закатился на икс битрайдером что-то вошли но битрайдера есть проблема реально если он не начинает сноуболитец как дикий псих и в мидгейме начинает тоже там максим максимум дамаджа наносить то он становится каким-то совершенно ни о чем нам от боксе в предыдущей игре показал что он там просто совершил пару-тройку ошибок по позиционке в некоторых тимфайтах и все до свидания совершенно ни о чем герой помимо лассо у него в общем и целом ничего такого серьезного нету тинкер у нас тем временем баня не знаю короче на встречу просто важная штука с другой стороны ты через лассо можешь драку выиграть практически до ее начала выцепив условного дарксира или кунку либо кэри который сейчас появится в alliance ты цепляешь его если команда его быстро убивает то потом очень сложно что-то сделать одну цель битрайдер всегда зацепить сможет такой вопрос купит ли он blink в зависимости от старта игры когда он этот блин купит вообще какой он билд выберет против подобной стратегии lines может быть это будет тот самый битрайдер с командными артефактами по типу пайпа и кримсона и вообще без блинка очень долго любом случае кабанам нужно брать какого-то мидера и вот мы посмотрим кто достанется найну просто бэд хорош если ты можешь реально просто ваншотнуть любого героя да там ты выцепить его быстро убить здесь у аликов таких нет ни одного здесь у всех героев есть и пациевы и очень много пастанов и так далее так курса вот это конечно выбор кабаны решили просто задушить спонента у нас получается это чё вообще-то типа даблы для лайфстилера и урса и медовый битрайдер или что это куда это медовый урса лайфстилер в легкую битрайдер сложного ну скорее всего это на самом деле неплохой вариант опять же 4 милишника дизейблов не сказать чтобы очень много и если вы тратите все на урсу вас есть лайфстилер если тратите много на лайфстилера то же самое будет делать курса и отличный кэри появляется у элайнс потому что вивер может кайтить и одного и второго опять же у кабанов дизейблов также не сказать что прям очень много и контроль на вивера у нас есть только люциер спирита и битрайдера и против того и против другого собираются два артефакта линка против битрайдера бкб против эрспирита и здесь мы вообще никто ничего не доказывает мне вивер очень нравится ласт пик мне вообще в принципе драфт лайнс больше нравится хотя они не выигрывали ни одной карты пока что и поэтому вполне вероятно они эту не проиграют и не забываем что кабаны проиграли три из трех с лайфстилером то есть конкретно с этим героем у них дела идут плохо да я вообще не понимаю зачем совершенно одинаковые герои брать то есть совершенно просто вот что урса что на икс это одни и те же герои да по факту просто там в профилю словно говоря разница совершенно минимально и делают с ними все одно и то же да то есть что плохой для на икс и что плохо для урса одно и то же форстафы гасты все что кайтит их скорость бега встаны вот это все что угодно что их кайте то же самый вивер идеально чувствует себя против всего что есть у габанов но и что опять же спирита там инстасала можешь получить там станчик сверху еще какой-то контроль но опять же да вот битрайдеров сколосо на что тратить конкретно здесь среди всех этих героев не очень понятно кроме этого визаж чай вивер еще любит собирать себе линку что дополнительно радует против битрайдера и бкб он не любит собирать что дополнительно радует против битрайдера так что ну не знаю я не я честно говоря тут вообще вот по драфту сто процент за альянс хотя опять же да уверен в том что они могут конечно напортачить еще мало того если они дадут хоть какой-то шанс в эрлигейме закрыть игру то на икс с урсой будут рады это сделать что касается битрайдера для него здесь основной целью автоматически становится даже не вивер после покупки его линке а именно darkseer darkseer который ну это одна вторая тимфайта да помимо кунки либо кунка опять же и тот и другой много импактов драки вносит и у битрайдера цель вполне понятна пока же у вивера линке не будет можно попробовать цеплять и его ну посмотрим не айлайнс тоже пик несколько больше нравится вот этот вивер в конце прям идеально заходит даже не придумать кэри который бы смотрелся так же хорошо и того у нас получается медовый слордар что ну я не знаю лет хардлэйновый стартар почему койку на топе они пытаются типа найти кого-то здесь ладно хорошо я реально уже удивлялся койку и того у нас предыдущей игре просто койку у нас был хардлэйнером теперь он короче или я чем не знаю сейчас мы увидим что будет делать боксе опять же сель кстати хороша против милишников то есть против на ино в принципе будет не так уж смертельно смотреться и я уверен то что брали урсу как раз для того чтобы кунку законтрить на миде тем временем инсения инсения потому что ну куноч да он милишника урса радуется от милишников поэтому койку дожит это дело тайга у нас вообще четверка darkseer я просто не могу с этой игры уже это реально медовая селедка против процеда миде вот прикольно на самом деле интересное решение это лайнс посмотрим насколько оно сыграет хорошо логичнее наверное ну то что мы ждали этот darkseer в сложный кунка в мид и слордар второй саппорт правильно правильно здесь несколько другая ситуация но опять же слордар саппорт нынче не так хорош просто потому что это герой который безумно медленно фармит безумно медленно получает экспириенс и такой слордар как четверка он очень поздно покупает блинка если он не покупает ранний блинк то герой ну как правило не добегает до врага от него можно попробовать убежать его можно попробовать пока идти где-то за дизейблить и так далее здесь же слордар свое попробует вынести с другой стороны вообще выиграет ли он линию найна показ есть некоторые сомнения поэтому суперская пассивка против милишник это да это очень крутая пассивка на милишник это не хуже пассивку он будет стоять бить и размениваться то повыгоднее урсе ему проще много урона нанести все равно идея кабанов была полностью закончить middle lane при помощи ласпика у них был закрывающий они взяли дать героя который может быть плейте не очень хорош зато в мид лайн и early game своей линии должен выигрывать но опять же реализация лайнсов да в том что о пацаны давайте попробуем поставить нам селедку она видите просто станет постоянно на и на весь найн пытается заработать себе хоть какие-то стаки соответственно продамажить бокси боксе ставят стан потом дает еще и стан с пассивки с четвертого удара подряд и нормально и типа стоит ласкетирует крипцов и того и у них не получилось зашатдаунить полностью крутое решение мне нравится что что сделали алики главная проблема чтобы это все импоком потом мне сыграла потому что может быть они не хотели на минуту здесь они точно не хотели нами до油 сложда рониза они хотели изначально койку но к по свой приз арм получает потому что он стоит дабло и против Batrider и битра и дро очень чательно сделать не может стать проблемам потому что эбитраектор и героя которые берет этот доминируют линию в салат причем доминирует линию а под здесь не доминирует ничего он домикирует крипов у вышка ну да пока у него получается правда забирать бритый фок mRNA gd reality просто благодаря напалму снизу линия комфортно для вивера виверу здесь ничто не угрожает он скорее всего погибать не должен undying погибнет только если подставится но пока мы видим он вообще гоняет бивера и таким образом фармит вивер фармит кунга из лордар как мы видим также фармит и lines на трех линиях одновременно очень хорошо себя чувствует не с ним вопрос проседает к виверу здесь только а кстати этот заход на мидл дабы этот бивера до пивер захочет помочь сейчас убить убить букси селедка под шубой в лед от бивера неудачный ну а ничего бывает на тем временем просел под тавором где спахтильца так вот что касается соответственно вивер единственным тут минус да то есть понятно что это его игра в которой его будут постоянно типа собственно спик прошу прощения было лайнса это я ошибаюсь но все равно последним пиком от именно кабанов заходила ушла так вот вивер соответственно герой которого сложно здесь будет ловить вообще нечем особо контролить кроме как нормально там лосо закидывать него но опять же кого он будет убивать здесь да то есть мы видели игры в снг когда тот же самый дохак играл на вивере это был финал против нави или по моему или полу финал против вп но важно другое то что он просто-напросто тупо никого здесь не мог убивать здесь это котел по факту главная цель до которой легко умирает все остальные герои достаточно долго здесь будут разбиваться об стенку потому что достаточно жирные мир спирит тоже довольно уязвимый герой битрайдер у него будет все зависит от айтем билда пока фобос находит цель убивает dark сира в лесу и зарабатывает первые деньги серьезные для себя есть у него уже и ботал и дабл дэмэдж находит и сапог есть улетает снова на верхнюю линию и битрайдер продолжает очень хорошо постоять на этой линии несмотря на то что стоит один против двоих но а что ему сделают до убить его не получится крипы подходят под вышку есть у него напал второго уровня стой себе добивай всех крипов помешать практически нереально так это все еще плохо для фобоса на самом деле я уже говорил да битрайдер должен доминировать на своей линии да окей он получает лавал ну и что ты должен уничтожать противника а здесь вместо этого ты получаешь сейчас по щам судя по всему тайга пытается сужать улететь койква есть камбэкал от бивера не попадает правда он роллинг болдером но койква умирать должен да так оно и происходит в дабл дэмэдж на фобосе это вам не шутки пошел за медло также у нас еще и по тайге тайга на развороте что-то пытается сделать снова с уржи на себя и снова бежать время у вас котла забирает на базе и путь какой-то странный выбирает здесь тайга а делал он это для того чтобы до шрайна дойти да все верно пятая минута как раз подоспела и фобос идет дальше до конца 6 таков есть но урон колоссальный наносит может на самом деле сколько здесь справиться вообще без проблем кунка выдал свой проказ ты дальше не может сделать абсолютно ничего да был дэмэдж по-прежнему работает заканчивается только сейчас вкатывается в бивер дальше и койква здесь погибнуть должен другой вопрос разменяется ли он хотя бы с кем-то нет не разменяется вивер вообще приходит для того чтобы собрать здесь фраги одного добить получилось теперь пойдет искать бивера бивер без телепорта но 1357 голды просто надо закупаться прямо сейчас иначе габела не успел закупить до конца но и микки получает на самом деле весь куш вообще тотальный куш потому что только что для него получили стрики фобос вместе соответственно с бивером и он убил и получил 496 голды за сначала убийство фобоса а потом 309 за убийство и соответственно бивера это очень очень сильно для микки очень топовая перетяжка несмотря на то что да конечно койку потерял но ничего он еще вернется он кунка и может достаточно быстро фармить последствий временем очередные башки пошли у нас по найну но тут прилетает бивер совершенно внезапно до бокса ему приходится убежать убегать и он погибает на этой линии на уже два килла сумел заработать но все благодаря в спириту не шрайн также используют по крипам по-прежнему не отстает с лордар даже немного впереди но тот факт что он дважды погиб говорит о том что от уступает очень серьезно с лордар по голде практически тысячу и так если посмотреть там три коров топ-4 только вебер благодаря двум фрагом держится лидером все временно на миде у нас тут койк под фобосом койке тяжело можно под себя корабль кинуть баф как какой-то получишь может быть не так быстро умрешь вот он как раз таки корабль попадает по двум игрокам плотно бивер прям сам подъехал под этот корабль я бы сказал но только не погибает здесь конце концов просто убегая на сужак лебесно предоставленный тайгой найн ультует пытается здесь выжить скорее всего это получится минус армор был повешен еще и на фобоса ну и конечно же vision дополнительно но микки фокусе бивера бивер до свидания стопроцентно но разменяли они его на мидера и это конечно же неприятно микки пытается добежать еще и до фобоса на нем висит глаз миссы не работают микки на тайм вапсе возвращается обратно и в конце концов он будет порядке не прокликали по моему на и но у него там было 14 стиков бежать за ним подвышку было абсолютно бесполезно как показывает практика он всегда может развернуться еще настучать в ответ ну и много перемещения от вивера не всегда они оказываются результативными за счет чего он теряет фарме а лайфстиллер пока стоит против крипов и вообще никто ему помешать не можете таки у кабанов пока план работает на так и есть и они должны захватить странную доминацию и так понятно да то есть у тебя урса вместе с лайфстиллером это те парни которые в летение то чтобы невероятно крутой и тебе нужно доминировать тебе нужно прямо сейчас забирать все что только возможно все что тебе дают и у них получается это делать посмотрим получится ли у них дальше соответственно забирать уже вышки потому что это следующая их цель все еще девятая минута и не забрали ничего они даже не притронулись ни к одной из выше как вы видите они все фуловые стоят и это проблема нужно уже начинать наседать потому что ну и во вторых да после того как вы забираете вышки нужно еще и начинать соответственно выходить в рошана потому что у вас урса с наиксом а у а урса хочет в медас окей это медовая и кстати скитер тоже хочет медас он вчера на наексе тоже собирал медас что на мой взгляд просто супер странный билд потому что собираешь радианс после него и как бы по логике вещи надо собирать сразу радианс то что он ускоряет твой фарм я же не знаю может я конечно не прав но наверное димон ты со мной согласишься что типа ради к первым артом ускоряет твой фарм может быть даже поклеще чем медас вчера liquid так играли через два медаса также один был на лайф стиле второй не помню на каком героя но сам факт и может быть просто смотрят на табличку и видишь что у них два кэри против одного номинального и два кэри если игра затянется просто окажутся сильнее не так плохи потому что игра явно не получится очень быстрый а вивер опять же кэри который не так быстро фармит он покупает себе mailstrom как мы видим за счет этого конечно фармить будет несколько приятней однако медаса не так плохи игра явно не получится очень быстро и да на этом что я не грушами даст и плохие игры о том что на ней все можно уже купить собирать его на и полезен и в тимфайте и притом всем фармить что тоже быстрее потому что ты горишь вокруг тебя стесно ну реально быстро быстро можно тупо убивать то что но крипов я имею до перемещаясь со скоростью которая у тебя изначально теперь есть да это 379 очень хорошо и приятно с нынешним патчем так фокус на скиттера нет нет берет баунт осы ну и размер у нас с урами еще видишь какой нюанс по поводу радианса это 3800 тебе нужно накопить их разово в то время как драки действительно могут происходить ближайшие минуты то есть когда он еще лишние 2000 накопит вообще непонятно медас на лайфстиллере ну тебе дает боеспособность какую-никакую ты любом случае в драках будешь полезнее и у тебя не будет мертвых денег лежать так он их сразу тратит а дальше снова копит потому что накопить с медасом гораздо проще просто он там не намного позже его покупает чем радианс имеется ввиду чем если он его купит без промежуточного медас окей ну предыдущей карте против веке как раз это очень серьезно повлияло потому что как раз вот этот вот промежуток между соответственно тем что он мог собрать уже радианс или собрал медас и соответственно замедлил появление у себя радика она сыграла против него в ворошанах и во всем остальном так тайга но это возможно не нынешняя игра возможно они понимают что лайнс хотят флэйт потому что ну все таки есть такие герои которые не сразу смогут разваливать лица миг тем временем совершенно фрифарми у него 5100 имеется опять же мы знаем что вивер достаточно хорошо фармит особенно с мил стромом тем временем на миде у нас ну а не со скоростью света просто господи я я не привыкну наверное никогда к скорости урсы это просто дико и дичь типа на фейзах особенно вспоминаешь старую урсу думаешь как же было хорошо ну урса сейчас редко появляется ему нужны были какие-то бафы этот герой забыт многими ну и радует на самом деле последние изменения мне в принципе патч очень нравится последний мета разнообразилась и периодически всплывают такие персонажи про которых все забывают это не может не радовать я бы сказал что мне нравится именно то что появилась наконец-таки возможность играть и лайт и early game правда пока что лайт выигрывает большинстве случаев простому что он требует меньше скиллов таскать для сейчас тела для того чтобы играть ибо тебе не надо рано завершать игры но почти всегда теперь противостояние быстрой игры против медленной игры мы у стром тем временем появляется у нас у вивера микки доволен своей жизнью теперь начинает ясное дело фармить линку которая здесь мастхэп мы по моему с тобой еще не увидели ни одного лассо от фобоса было в миде было в миде когда на кунку использовали но там сразу прилетел весь прокаст по моему кабаны в любом случае остались в плюсе они одного забрали урсу добить не получилось как самого бедрайдера вот сейчас второе лассо на дарксирова которого сурж заканчивается значит дарксир здесь не уходит последний удар наносит на скитер достается фраг это саппорт ничего страшного там нету главное чтобы койква фармил потому что койква было тяжелое начало дня у него соответственно с этим early game не сдался от слова совсем он пытается кстати выйти на синдерена привязать его крестом синдерен но тут не хватит ранжей даже несмотря на то что выкачан третий икс магнет-спот оп 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 синт не понимал что к нему сейчас придут и вот он раскат фуловой до свидания конь урса прилетает но урса решала то что не стоит он на самом деле достаточно опасно против таких героев как на икс и урса давить за тир-2 но еще не за тир-2 а между тир-1 и тир-2 но видите в конце концов фалансы с легкостью забирают саппорт и забирают тавр и кабаны несмотря на пик который казался изначально агрессивным это урса это на икс это соответственно бэтрайдер как парни которые с получением там левлов и первых артов уже могут насиловать всю карту вместо этого мы видим что они собрали 2 медаса и афк ашит потому что товара вообще не падают драки не происходит просто все занимаются чисто соло киллами есть тот случайно подставится чисто из-под ошибки вот сейчас тайга играет такое ощущение что он верит в то что они слушать он реально уйдет фобос даже не стал прожимать firefly который добавил но не понимают что полезность кунки сейчас очень сомнительно кунка фармит мы видим медленнее чем бэтрайдер двух других коров он догнать не сможет и если урса или лайфстиллер до кунки добираются в драки то скорее всего тот не уходит либо ну разменивается как минимум нет хорошей жизни так и скажу особенно на 15 минуте боже это просто ну какая-то дота конечно отдельная совершенно от мира сего пока я считаю что здесь алики проигрывают именно личным скиллом да не пиком или еще чем в принципе все остальное у них есть а вот то что они делают пока это выглядит как будто они и правда не выиграют ни одной карты напомню что это последняя возможно для них карта и напомню что до этого они не выигрывали ни одной групповой стадии сейчас это первый день плей-оффа и последний 9 пытается тут выйти фоба сразу же дает у нас лассо на андаинга тот успел поставить тамбу тамбу сразу же сносит на это делает очень-очень быстро и эффективно пила вилла весь отличнейший от га рена контролит всех контролит все но в конце концов урса не уходит то же самое касается правда и свардара вместе с дсм скиттеру прожимает речь делать тэп аут его стоит тут нечем ну котл своим ультимейтом сейчас конечно драку перевернул весь прокаст изначально прилетел в урсу нанес ему там я не знаю 300 урона потом ультимейт конечно закончился но спокойно приняли бой кабаны вообще без вариантов еще и на байбэк развели андаинга ну прям плохо все у элайнс выглядит в драке вообще дэмэджа нет по лайп стиле потому что ты не можешь нажать новости рамидас и он не умрет от этого потому что власть верни крип продолжала жестко если было можно а у лайфстилера кстати сейчас появится до рейдинс тот самый то есть ненамного дольше он появляется вот она 17 минут она будет он к 18 допустим да все хорошо лайфстилер первую строчку занимает на урсу кстати догоняет его кунка а где у нас медовый слордар давай смотреть вот слордар проблема этого героя на корпозициях в том что он фармить быстро не может он не собирает артефакты для фарма никакие вот блинк он кстати купил но это опять же для того чтобы драться и инициировать и он превращается в саппорта такими темпами то есть это просто команда остается без сильного корт героя мы видим вас обмена у третий ну да да и мидер который типы мидер который на самом деле стоял топ он все-таки собрался просто металл поэтому он будет формить так что считаю что они просто поменялись местами так миддл от бивера тут пытается он закинуть всякое разное микки заходят со спины начинается фокус по биверу контроль и стопроцентный никто за него драться не будет всем плевать все паркуются где хотят станте временем еще и бокс и реализация блинка и самое лучшее в этом мире он полностью отрезан своей команды что-то здесь сделал бокс и боже мой как это плохо реально вот сель совершенно не осознает свое место в мире в цепи вот всего что происходит потому что зачем дайвить на чужой шрайн на который в любой момент могут люди при тп что этот шайн тебя еще и чей оппонент и еще и хилит радианс тем рейн появился у скитера короче честно говоря эта игра медленно наверно идет в пользу кабанов причем идет прям такими семимильными шагами и что тут делать а лайнсом у меня нет вообще никаких идей только в единственный плюс это что в микки типа невозможно выловить ну и чё но типа чё он может нанести какой-то объем дэмэджа что ли нереальный по тем же самым реальный нет особенно по лайфстиллер с курсой ну и получается что команда сейчас три саппорта не самый надежный кэри кунка да и всего лишь пока вивер то есть early game и вот эта странная расстановка на старте сыграли свою роль теперь кабаны на самом деле не убив еще рошана хотя могут вообще без проблем сделать за 10 секунд очень хорошо доминирует и наконец-то начнут сносить вышки находят анда инга очень плохо здесь анда инг как герой против и лайфстиллера и урсы и тот и другой могут там будет снести очень быстро потому что так и его шести еще очень быстро шум булочка на самом деле тем временем пошел вело виск все это под лассо неплохо дэмэджа много списывает микки но ему надо было успеть выжить он пытался нажать таймлапс он честно пытался у него не получилось друзья аналайн и погиб сайлент получил от земли и погиб ну друзья это какая короче алики не должны выходить такой игрой ни на какие квалификации не из каких квалификаций тем более не из европейских на уровне наверное юга южной америки они в принципе могли бы справиться но даже там есть коллективы которые смотрятся по импортнее и тут как бы дело не в ни в одной игре тут дело именно в том что на протяжении уже достаточно долгого времени ну смысле на протяжении всех этих квалификаций они выглядят совершенно не качественно к сожалению большому конкретно в этой игре у кабанов ну они реально перепикали то есть они знали как подстроиться под каждого из этих героев вот от ласпи курса они про него вспомнили и вспомнили как мы пока видим очень даже правильно сейчас у него появится башер в скором времени айлайн сыграют они стараются играть дефолтом они практически не придумывают ничего нового по скилу они не могут переиграть команды даже примерно равные себе казалось бы я уж не говорю про лидеров а группа то у них попалась очень серьезно уже liquid real deal которые как мы видим также играют очень даже достойно для команды с открытых квалификаций ну в общем это явно не турнир alliance нужно что-то пересматривать будет после того как они вылетят это вопрос времени может быть не в этой карте но может быть даже не в этом бо3 но дальше дальше будет еще сложнее потому что кабаны явно не фаворит кабанов здесь переедет практически любой вега также плохо наверно будет пока какая лайнс к сожалению для фанатов этих команд замечу то что вивер подумал что надо быстрее собрать дэмэдж вместо линки собрал дэмэдж вместо линки и два раза погиб подряд потому что тайминговой линки не получилось он просто оставил казуальный персик и все и на эти деньги которые сэкономил от того что не собирал линку взял дополнил на втором йолнером и вот теперь контратака стенка стяжка поставлены корабль летит нами пытается добить рошана забирает аегиса и в общем и целом теперь вся эта инициация смотрится хоть и красиво но совершенно бессмысленно виллу виспо от спряджа от синдерена решает вопросы котел просто дикий герой конечно особенно это ульта ну и тем временем умирает у нас соответственно первый раз урса это позитив но в размене на дарксира и в принципе если они сейчас все уйдут то оть пусть не получается это время находит койку до свидания вот потеряв они только одну тайгу то все было бы хорошо но размен двух игроков на 1 аегис смотрится уже не так импортно насколько же котел жесткий против милишников там четыре милишника вивер с не самым большим рейнджом он просто ставит ультимейт и выигрывает драку вот априори так происходит сколько раз это уже происходило три-четыре раза один лишь ульт и в этот момент найн с скитера мог делать вообще все что угодно ну ладно сейчас аегис получилось выбить и то потому что урса изначально был без хп тут ловят еще и с лордара который уже четвертый с конца по фарму а нет 5 прошу прощения все-таки опередил он дарксира но в любом случае это дело не меняет 9000 перевес кабанов плюс вышка еще они целых три не забрали на хайграунд пойдут и отступят да и правильно сделать могут еще пофармить время явно играет на них потому что два медаса лучше чем это правда на самом деле дело не в даже двух медасах а в том что они про сейчас получат еще деньги за два товара у них еще есть много потенциала для роста по вопросу денег миг тем временем занимается тем что фармить чужие леса в принципе мог бы выйти и на линию не то чтобы прям его так легко ловить то есть противник должен реально всей командой так что вот он выходит на линию как раз подфармливает естественно прекрасно осознавая то что все у него здесь будет в порядке но его оппонент занимается топом снесена первая вышка снесена сейчас будет вторая вышка и друзья а лайнс отправляется домой не выиграв ни одной карты последнее место в группе и последнее место в квалификациях если они сейчас проиграют против кабанов опять же кабаны молодцы да это стак синдерена да это не особо там совместно опытные парни но нужно понимать что происходит так тем временем бокси влетает скитера скитер пошел замедление по сорта ру ему ужасно больно то же самое касается доксира вопрос только в одном а лайн зачем идти не на хайграунде бороться но они хотят бороться дальше может быть даже вот этот палец на билл или и опять он решает все это ну ты знаешь не проиграли раку тем не менее потому что изначально котл был очень далеко и ультимейт поставить сразу не смог потеряли троих выжил слордар выжил darkseer что мини камбэк произошел невероятно две с половиной тысячи отыграли говорит что два куска прям отыграли эмоции ну да не суть важно важно другое чаще случилось то я не понял ну по одному напали то есть потрачено много на убийство слордара и отличная позиция была у кунки и darkseer чтобы выдать весь свой прокаст быть райдер где-то задержался и как мы видим лассо не использовал то есть просто вне позиции были посчитали что слордар там один и получится быстро его забрать не получилось но это такая сказать микро ошибка скорее от кабанов чем какие-то невероятные действия ты lines они просто сделали то что должны были сделать в такой ситуации забайте ли нас лордара все банально и просто ну опять же да а лайнс постарались а лайнс пытается выбраться из того болота в котором они находятся уже на протяжении двух дней и посмотрим смогут ли они все-таки засыпиться и реализовать то преимущество которое получили ну как преимущество она все еще 8000 к перефарма на кабанах но опять же да теперь кабаны будут осторожнее стараться отыгрывать и может быть где-то все-таки допустят ошибки посмотрим что здесь будет происходить тем временем она все-таки а лайнс заносит тир-два вышку на топе забирая топ руны ботану но забирают себе кабаны на 25 и соответственно будут пытаться сейчас носить ботом тир-два вышку ну вивер себя по-прежнему должен прекрасно чувствовать против двух таких коров то есть самое начало когда мы это отметили у него все-таки появилась линкин сферы теперь бэтрайдер не обращает внимание на вивера ну скорее всего ему нужно пробовать цеплять кого-то еще а микки если у него будет хорошая позиционка если все-таки урона будет хватать в принципе артефакт на дэмэдж у него пока только один если будет вот так синдре наловить например да убивать пойдет до конца микки нет испугался посчитал что могут наказать за это ну и в атаку пошли алики да просто будет вытаскивать по инфе он в хорошей позиции того что в любой момент сейчас прилететь если надо будет при этом сам еще такой достаточно дефенсово его легко нелегко найти и парни просто пытаются сыграть из подпозиционки пока по тем временем появилась у нас в урсе есть сейчас будет очень сложно остановить она просто ждет соответственно когда птичка принесет этот артефакт на салт кираса уже почти почти куплено у нас и у лайфстиллера ему осталось буквально пол сотни чем пол сотни в смысле пол тысячи да 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 смог был прожат байтит на наекса опять же на наекса никто нападать не будет это же несу это самоубийство в чистом виде или или будет нет не будет вивер отойдет и все его тиммейты тоже даблдомер кстати у нас на боте лежит сейчас если парни найдут что-нибудь такой вивер очень опасно играет получает на себе дасты в него влетает вивер сразу же соответственно снимает с него линку но но не сможет добежать здесь бэтрайдер ему приходится тратить лассо уже на другую цель а именно на сардара бокси пытается уйти его подхиливает инсейн тем временем дарксир просто в него все влетает но он уже раздал он уже раздал стенку в принципе можно погибать нажимает на себя меху даже на своих тиммейтов бокси хорошо влетает дает стан по нескольким оппонентом койку пытается хоть что-то здесь делать но на самом деле просто ничего уже не может потому что его просто фокусит четыре человека одновременно койку пытается жить его добивает урса байбек от тайги тем временем еще и пинает у сардара бокси пытается свалить на спринте и у него это не получается о перекрывает и в общем и целом опять же так диме все это время микки конечно же пытается за кого-то ухватить с кого зафоксить но он просто вивер а вивер дэмэдж хоть и наносит вот эти три тысячи но убить никого просто не в состоянии вивер охотился за фобосом фобос просто сделал тп аут и улетел на базу вивера нет ресурсов для того чтобы сбить телепорт на самом деле начиналось все не так плохо для alliance потому что линку сбили и пытались поймать через лассо вивера но в этот момент очень удачно прыгнул с лордар застанил там по моему двух героев за счет чего вивер просто выбежал из драки затем ультимейт котла работал только по одной по моему цели ну то есть пока было все относительно нормально у аликов но это опять же все потому что кабаны не самым лучшим образом в драку в это вошли их смутил этот вивер который просто мимо них пробежал сразу же дасты и посчитали что может быть он там один будет прыгнули все на него там уже в позиции в хороший был с лордар урона урона нет это кунка который не так много дэмэджа наносит исходя из его билда это ли барда и затем будет жива то есть это нестандартный кунка шту блэйдом каким-то дейдалусом дэмэдж дилер по факту только один серьезный дэмэдж дилер стадия такая что урон вивер просто в одиночку не может наносить в таком количестве чтобы убивать нам сразу несколько вражеских героев сейчас пытается уйти прожал таймлэпс просто другой зачем он туда зашел типа у него был дабл дэмэдж окей хорошо боксе пошел ему ассистировать и они вдвоем побежали на всю армию кабанов и такой типа окей чё и при этом сумма щеба бэка нет а это друзья исполнение от alliance команда конечно явно не готова побеждать и это видно в каждом их маневре вот в каждом маневре и да окей хорошо пикнули вивера да окей его очень сложно поймать да окей он может что-то дамажит но кого он может убить вот вопрос ну и самая главная проблема конечно такой по которой к сожалению очень серьезно пострадал в начале по фарму и к сожалению для него я имею ввиду и для фанатов alliance и ничего не может внести с точки зрения соответственно артефактов до алебарда есть ты просто нажимаешь она как бы заканчивается и люди снова бьют тебе в лицо и да лодка есть хороший баф но опять же ты не саппорт должен носить еще больше но пока что импакт достаточно маленький они просто драфтс вы таким образом начали что под него кабан очень легко подстроились то есть вы открываетесь с дарксира и он дайнга и тем самым ну вы берете двух очень сильных метовых персонажей но вы используете их немного не так как это делают обычно то есть дарксир у вас был саппортом по дан дайнга вы получили 2 кэри но они явно не ждали урсу ласпиком да никто не ждет урсу ласпиком сейчас практически нереально я сейчас кстати попробую найти статистику сколько раз вообще урса пикался в этом патче я не думаю что там цифра будет более 5 буду очень удивлен если это так пять раз ровно 60 процентов при этом винрейт но то есть герой которого явно не ждешь он всплыл он всплыл и зашел пока по крайней мере очень удачно ну и перемудрили в конце с этим с лордаром квивер вопросов нет но четыре милишника и нестандартные линии для некоторых героев с лордар мид и darkseer не оффлейн ну лишь они испугались то что у нас кунку типа сожрут на миде ничего не сможет сделать вы вынести свой артефакт и с ворсой тоже ничего не сделает а так боксе хотят 50 на 50 отстоял плюс минус но он не умирал до поры до времени но потом пришел эрспирит и два раза убили с лордара то же самое в принципе просто проблема в том что кунка и на топе умирал то есть они пытались задолжить эту линию на которой кунки будет плохо решили то что будет лучше на топе получилось не очень опять же из-за этого решения пострадала еще и ситуация в которой у нас darkseer пришлось играть не тройкой а четверкой darkseer 4 это такое себе как вы знаете не может он так быстро все собирать но все равно видите тайга вынес хотя бы мекку правда не оплит ее до грифсов максимально быстро потому что собрался и гост септер но такое с одной стороны выживаемость хорошо с другой стороны мека сейчас артефакт совершенно ни о чем с точки зрения цены и цены и качества товара а вот грифсы очень-очень сильные и надо как можно быстрее апаться до этого артефакта смог у нас разбили микки и компания опять же кабаны у нас на рошане очень быстро будут забирать из-за того что у них ресурса будет ли в лед да будет лед бокси станет сразу же нужно минус армор еще повесить бокси вспомнил о том что он вообще-то сардар у него есть simplify на пытается уйти поражал бкб уходит все с ним будет в порядке из минусов это то что сейчас они лайнс потеряет анда инга да да и стопроцентно здесь никуда уже не уходит пытался выйти пытался бокси опыт форстафить но не получилось эти бокси тоже собрался мидас лол сотни на байбек не хватает таким образом кабан могут снова попробовать зайти на рошана там там ба заканчивается и 30 секунд у них есть вчетвером без анда инга будет трудно сражаться но видимо хотят просто максимально потянуть время все-таки он появится не через час всего лишь через 20 секунд но слишком быстро это уксал убивает рошана крайне легко так здесь битрайдер включает локинг бар есть вело висп и тайга попробуют зацепить его кэри наконец-то выходят зонит кунка как может торрентами нужно просто разбегаться лайнс курса блин через восемь секунд но он очень быстро передвигается как же он несется с этим койкой боксе в ответ на скитера скитр без а егис он сыром разворачивается то есть уж по боксе и очередное лассо по кунки да самая нужная цель кунку нужно добивать неплохой урон прилетает по котлу но это котл всего лишь а дальше просто урса вместе с лайфстилером разбираются с остальными скитер сыр прожимает наин пошел в атаку дальше у наина есть если что а егис тайга прячется в госкептер ну вот он госкептер который выигрывает пару секунд теперь сурш пытается убежать на хайграунд и даже возможно получится это сделать сурш очень долго длится но наин прыгает на блинке дальше погоня будет за инсения до 5 саппот т3 вышку но эти двое вот точно съедят и полки для наина минус 5 микки доживу не смог дожать это просто рофл стоит бьется против скитера и наина наин просто подходит тупо там баш баш и до свидания никогда такого не было и вот опять ну и не смог с реагировать даже до этого момента кабаны выигрывают эту катку а лайнс напомню друзья направляются из этих квалификаций домой на последнем месте восьмой из восьмых восьмой из восьми такое бывает такое случается но дот конечно от них крайне слабая вроде как коллектив да опять же чем нашел свой плюс в том что у них есть парни которые готовы стремиться которые готовы не распадаться независимо от результатов и это их сила и все гордились этим и считали то что это реально круто вот молодцы а лайнс и лода человек который тренирует их и говорит о том что вот мы такие все классные потому что мы все вместе и не собираемся распадаться независимо ни от чего но какая-то лютая стагнация происходит и нет никакого в самом случае здесь результата на этих валов посмотрим что будут показывать на миноре удачи им там приходя на квалификации европейские на которых участвуют все топы ты конечно должен играть лучше чем обычно так скажем потому что тут и секрет и ликвид и улучшить и все остальные это кабаны это не то чтобы прям коллектив который невероятно конечно но я к тому что и lines не готовы играть даже с командами с открытых квалификации не говоря о том чтобы сражаться за лучшие места с топами несмотря на наличие трех слотов алики действительно провели не самый лучший свой турнир я не знаю буду я не участвовать на квалификации на старлайдер там ученик да я уверен конечно вайты закрытые то есть пригласят их закрытые или нет после такого перформанса информации не имеется но в открытых они точно попробуют и может быть через недельку будут готовы лучше недель это мало неделя мало явно потребуется гораздо больше времени для того чтобы игру свою найти может быть что-то подсмотреть у других команд поиграть не своим поворовать какие-то стратегии попробовать исполнить их лучше но нужно что-то срочно менять в таком виде lines конечно не конкурент топов мы надеемся что на миноре будет попроще да то есть у нас самые топовые коллективы отсеются с квалификации можно будет выйти показать себя уже там кгвп друзья поздравляем команде ндр на мое почтение стопроцентно вообще молодцы что вчера отыгрывали круто на самом деле даже против секретов неплохо смотрелись и были у них неплохие там шансы выступить еще лучше вчера победили вегу сегодня победили alliance дальше им придется конечно побеждать более сложные команды но ничего страшного вот на этом наша работа вместе с марталисом закончена скорее всего поэтому друзья можете переходить на первый канал там продолжится европейская квала и там жесткие профессионалы для вас будут все дело комментировать и анализировать не то что мы мы может быть успеем да но после вернее там если все сложится каким-то образом то мы может быть вернемся на одну из серий кара может было не точно но это не точно поэтому пока да пока первый канал вашем распоряжении а и и и Продолжение следует...